МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «В центре внимания». Мой гость в студии – директор Нарэш Тефан Крянга. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Также во второй части к нам присоединится бывший вице-премьер Александр Муравский. Господин Крянга, в первую очередь по поводу аргументации. Мы так понимаем, что у Нарэ было очень мало времени для того, чтобы проанализировать обращение «Молдова-ГАЗ». Какие аргументы, технические параметры, возможно, были приняты во внимание, чтобы утвердить вот этот тариф? Добрый вечер. 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 в том, что в качестве контрактного, которые очень легко предоставили Молдова Газ, и руководства Молдова Газ, они умирают условия для того, чтобы собирать газы, которые являются в основном и пламени. Почему были нужны эти стратегистики? И я хочу сказать, что, как вы знаете, в тарифе актуал. Это только 148 долларов, в тарифе для газа натурального в тарифе. Представьте, при этом, при этом, за момент, уплотно, при этом на тарифе. Мне кажется, очень большая, что-то зашелось. Вдохновение нередорное ближайшее, только в последние месяцы, около 1,3 млн, и в последние месяцы в последние месяцы и эта ситуация пускает в институт финансирование для Молдова ГАЗ предупреждения 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 на момент контракт от ГАЗПРОМ Да, даме Легре, даме, что вы практически не прошу времени мы не прошу времени не прошу времени что мы знали что предупреждения на 148 долларов пану на 450 долларов по метрику астана это единственный аргумент нет не ситуация в ситуации экземпциональные импустилии экземпциональные для этого комиссия в ситуации экземпциональные а емис ухотерари при которой облигат Андрея 1. Молдова ГАЗ предупреждения в режиме предупреждения предупреждения Мы, в луне, иерой, мы получили, сегодня, мы получили, сегодня, у нас, сегодня, чтобы, по-другому, мы получили подготовку отрывы провизори. Что означает, в принципе, тариф провизори? Тариф провизори, это означает луя акт, информация презентация в Молдова ГАЗ, как для первой этапы. Почему есть необходимость тариф провизори? Мы говорим об инструменте, которые употребляют acumулы ресурсов финансиаря для consumения газа, в режиме того, чтобы получить эту дату, в луна ноембре. В частности, мы говорим на газовый леврат в октябре и ноембре. А теперь, это, в принципе, необходимость, для того, чтобы адаптировать тариф провизори. А этот тариф провизори, который будет поставить на 1 ноембре. И, в принципе, мы переходим на дату, которая будет поставить на 1 ноембре. Да, а исполны, унии жористи устроили сочетали чего же права. Испомограды, это уже объяснил ответственность. Да, республика, республика. Результатив. Результативного дела. Да. Но в ситуации нормальной, мы не знаем, что мы получаем, и обеспечены действия, но в ситуации экзепциональной, лея позволит, что решили луать, чтобы избегать и обязательства, даже если есть у института в институте в институте. И если это пастает, в том числе и 20 ноембре, это стари экзепциональная? Да, да. Старая экземпциональна урмеетесь пыстратая пылья с депышести проблемой интеграции. Потому что мы discutим только о первой этапе газу, но при паркурсах мы discutим и проблемами, которые имеют в связи с претом на газ. В принципе, это несказанно. Да. Время, чтобы вы спросили, которые, наверное, должны быть очень хорошими специалистами, чтобы понять все эти calculы, но чтобы понять, что мы знаем, что это волумы, которые требуются изучать, для того, чтобы вы спросили. И мы знаем, что, в основном, что Андрей, в основном, что Андрей, в основном, на диспозиции 180 дней, 6 лет. Как большой это волумы? И как мы можем быть уверены, что этот тариф был осуществлен? Волумы цифры это достаточно большой. Мы должны поговорить о цифре динамом миллиардилор. Только девиерные негативные 1,4 млрд. Все эти девиеры будут проверять лео за лео, для Андрея. По поводу того, что мы можем проверить эти девиеры, мы проверим цифры газов, цифры, 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 идут используем резались противные трансмпорты, при止ат . Субинитры говорю, давайте рассмотримceu, мы рассмотрим целый мир, по которой мы исследуем свой факт, который подходит в точный момент, и мы видим про 300 миллиона рублей, это было путем, мы обстояем много информации, но mainly эта информация почитана и о том, что мы знаем, какие-то цифры сделали в течение чего-то. В этом случае, я хочу спросить, если вы говорите, что этот тарик является провизором, мы понимаем, что, панно в 1 декабре, нужно запросить один тарик, который будет финал. Да, это да. Что шансы будут, что этот тарик будет более маленький, чем 11 рублей? Обычно, когда вы найдете один тарик, что за авторитетные регламентарии, агентные экономики, как и Молдова Газа, что начинают максимизировать челтуиелы в тарик. Это и есть регулирование, что по-настоящему, что по-настоящему, на легалитете цифрилы, и, соответственно, что они запросили. Сигур, я сегодня сказал, что, на первой этапе, что я скажу, что мы видим, что торифа не может быть 31 или 10 рублей здесь, что фаэрэ-т艙-этап. Опов hence, потому что это говорит, что это производство отказать. Этот проявит months, который вызываю, 事е на то разуме, что это форум валутар. А вторым, очень важным, старинный форум, ставив цифрой газы, который просил $430, на то куда за годы в годах, в периодом 14 лет. Это, что это, что Молдова ГАЗ сделает о том, что оборачивая информация о том, что они получают оборачивание. И здесь еще очень много оборачивания, и оборачивая оборачивание оборачивания на газ и оборачивание. И, конечно, какие шансы для того, чтобы этот тариф был более маленький, например, 10 лей, по-настоящему. Ничего не могу сказать, ни профессионалу, ни моралу, что это будет X или Y на газ. Но, конечно, это будет более маленький. Потому что, в первые цифры в которых я оборачиваю, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, они включены 29 млн. м3, на стоянное И в том числее, в том числе, в том числе, в том числе, и дощиде. В том числе, в том числе, очень большая, но, в начале, в том, что на цифры требуют быть лократи. Но за что Молдова ГАЗ в таком маленьком цифре? Скопы у них есть один, что они нужны, они нужны, ресурсы финансирования, для того, чтобы активизировать зимой 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 зимой. Это не Молдова ГАЗ это первое, это первое, и не первое, это первое. Принятки эти боятся мягкие, следующее какое-то об11-мор, это именно так. В этой ситуации, вCUл, что вы имеете в виду, в 1-е, это были первые. А теперь омени, в конце Пуни, на начале даже ноября, максимуме и запрещение уленеа Неврьево. Да, они были вискины. Существуют очень большие тарифы. В моментах регулятору constатать что-то очень большая, что-то неизвестное, 1 млрд и 400 млн, это, в частности, это датуя consumатору. Через Молдова ГАЗ, что-то фурнезор. Если, если, во время плати 10 лето, мы, когда делаем реклакулы для следующего тарифа, мы сумма девиерилов, что-то, а то, в общем, лето тимпу, это, в общем, есть бюджетный цифр, в смысле «бун» в целом, в основном, который выполняет прогнозы, что-то, в сфере, на момент, когда, Молдова ГАЗ зашла зашла по 14 месяцев, по 2 месяцев 2021 и 12 месяцев в 2022. И это очень профессионально, и корректно, потому что мы не можем, только для 2 месяцев, и начать с 1 июня, мы можем реализовать претение. Если бы это было так, не было пропускать 10 лей, но целый путь 12 лей, потому что девиерные негативы очень большие. Этимизирование по 14 месяцев в течение месяцев позволяем курбе на тарифе. Но, если вы понимаете, например, в месяц, мы примем фактуре по тарифу 11 лей, 8 бани. В иануаре будет располагать тарифу и будут располагать бани, которые будут располагать по тарифу? Не будет располагать в тарифу, не в тарифу. Не будет располагать в тарифе, в тарифе, не будет располагать. Категорик, ну. Тарифы будут быть justificаты. Один, мы examinаем возможности для того, чтобы создать уехать эксперты в то время Агентея для того, чтобы улучшить этот тариф будет ajustаться на эмитире фактуре. Представьте, в фактуре, что будет уже один тариф коррект для следующего периода. Ага, значит, мы не дополним этот эфирт, акума, а сегодня мы делаем, что-то мы делаем в группу с то-ти экспертии а также специалисты специализации, потому что мы имеем эксперты по энергии, по термии, по газе, по опы, но принципиума и так далее, принципиума и так далее. Поэтому мы делаем группы экстинс из экспертов, где мы собираем все-таки, и мы собираем все-таки экипы, чтобы мы собираем этот tarиф, и в фактуре мы собираем только один коррект. Мы собираем все-таки, и мы собираем все-таки, и мы собираем все-таки, и мы собираем все-таки, чтобы этот tarиф был провизор. Приму и в первую очередь, это было необходимо для того, чтобы эти предприниматели, которые будут зависеть от газа, термия, электричность, чтобы начать делать calculы estimативные для того, чтобы адресать на НР. И как здесь, потому что, что во время как раз, и то есть, что иначе, что мы прибавляем на перпетировании ситуации complexей для охитания на газа, и айти есть необязанность и очень аккуратно. И снова, почему мы собираем все-таки преданная ситуация, потому что в этом случае не будет решена проблема. Да, мы имеем газ, это очень хорошо, но, в continuаве, и не упомяясь, макар в целом, в зиме, чтобы, в региуме, в региуме, аксиуме, из-за операций. Газ, энергии, термии. Я хочу спросить за эти сумки, которые платят Молдова ГАЗ за 1000 метров, примерно 800 долларов. Каково эта дифференция будет включена или будет включена в тариф для consumателей? Обликтор. Обликтор. Газ, прокурат в период декрид, в период декрид, в период декрид, который был прокурат при ресурсе, который был в пиастре в пиастре, на прицелы в зал, он фарфа, в челтюелье Молдова ГАЗ для следующей торифа. Молдова ГАЗ, и, датурея, И так как и эти компания, мы имеем тарифы 11,8 лейки. Да, это речь, все это в тарифы. Но тарифы и будут тарифы исключены то, что это в тарифе. Но претяный газ и это неизбежный, который является основной фактурой. Потому что Мoldова Газа платит, conform с фактурой, из-за Инергокома. Инергокома была обязана с осигурой Газа, что Република Молдова, в результате не было в год, а именно это не только контракт, и тогда эти акции, Участие, которые были предоставлены в ГУВЕРН, для того, чтобы предоставить цару с газом, это просто, да, это очень большой претом. Но пиаа, аж украл пиаа. Су-предоставлены лечитатии, метода достаточно transparentа была использована для ЭнергоКом, и претом, который был в последний момент. Еще одна вопроса о шединице, комиссии, ситуации эксцепциональной, и решение, которое не было анонсано в двух дней, потому что, как мы понимаем, что эта шедина была в этом году в 2 ноембре, но мы говорим, после того, что это было в 4 ноембре, что вы понимаете, что мы понимаем, что это старая дурженция. Но, как это было нормально, что это было так, что это было так, и, как вы, что-то, Андрей-то, вы думаете, что требуют, чтобы вы ajustать эти тарифы? Андрей, он и сегодня, был и номер на Комиссии Ситуации Экспциональной, мы говорим, в момента, когда у нас был adoptан этот дизайн, в дата 2 ноембрии, но начнем с первой акциуры мольного газа, чтобы было сделать контракт-у за авизарию, потому что у нас не было первое акцией. Прима акцией была контракт-у за авизарию, а вторая акцией – а вторая – с авиза, а после двух дней Молдова ГАЗ посетить calculы, и, соответственно, после двух дней, он в результате с его акт. Это был коррект. Потому что, певраль, что я не знаю только через двух дней, после чего выдать это, это и что, это и есть возможность, в этом случае экзептирующей, то, в ситуации экзакциональ, требует ли вывести autorитеты. Четотеха не только информация, потому что, в том числе, в этом случае, что так же, эта информация может быть даже неизвестным потому что они были в состоянии в таком ситуации. У нас в этом случае, и они будут обучать и они будут это неизвестны. Но еще вопрос о том, что это было бы неизвестным. И это было бы неизвестным, но это было бы неизвестным. Но где мы эти перетыры, и почему они, Возвращаемся к тем, что вы платишь в большом количестве? Мы должны сделать университет. Сегменты газировки более сложные. Мы имеем транспорт, который делает Молдова Трансгаз, и мы имеем дистрибутие. Университет не существует. Университет не существует в системе. Молдова Газ это, как говорится, что выясняет контракт с газпрома. Распорт, Молдова Трансгаз транспорт, и, в принципе, дистрибутие, они дистрибуют газы пына на дуне, или на мне, на контур. Но фактурирование о создает Молдова Газ. Это очень сложная система. И, в частности, в частности, есть пердеры в то, в мире, не только в Молдова. Да, да, как же они такие большие, они так же будут. А именно эти теми, где-то огромный этот volume, потому что и это как, скажем, в вашем случае, не в вашем случае. Он не в вашем случае. Продолжение следует... 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 и, соответственно, с ажионом на ситуации, и сейчас сейчас, и сейчас, и сейчас, как и умери, как и о датуре историческом consumе газе. И, в основном, это, в основном, что, в основном, это, в основном, что это действительно, что это было сказано, что у них есть датуре, мы имеем датуре 400 млн. и осталось, скажем, что у нас есть поналитеты, спрашиваете. Блин, поналитетели они были уверены, что они издавались из контракта который был осемнен. Потому что не может быть у нас поналитета, а так просто. Адико Молдова, Кишинэу, а acceptат, что требует сочетать, что-то дубло из-за этих поналитетов? Молдова не а acceptат. Деокамдат, не а acceptат никакой формы эти поналитеты. Они продолжают сочетать, как мы понимали, по платформе гуерноментальной соответствующей. Они будут достигнуть на консенс, мы увидим. И мы будем делать. На нас, в логатуре, через видео, есть Александр Муравский, пост-вечер-премьер. Добрый вечер, господин Муравский. Добрый вечер. Господин Муравский, спасибо большое что присоединялись к эфиру. Если вы смотрели первую часть программы, мы обсудили то, как формировался сегодняшний тариф, который был одобрен на ВНРЭ. Хочу вас спросить, на ваш взгляд, вот вы, как бывший министр экономики, как бывший вице-премьер, считаете, такого тарифа можно было избежать для Молдовы? Сегодня я бы хотел, конечно, очень кратко все-таки действительно ответить на этот вопрос всей истории возникновения этой ситуации. Потому что надо понимать, что ОНРЭ, конечно, сейчас на нее обрушился огромный вал критики, но, как говорится, не потому, что мне нравится ОНРЭ или не нравится, или я хочу, или не хочу защищать. ОНРЭ – это конечная точка. ОНРЭ формирует тариф на основании той информации, на тех запросах, которые дают ей поставщики. И поэтому это конечная точка. А вот откуда взялась вся эта проблема? Мы знаем, что кризис энергетический в Европе случился по многим причинам. Его мало кто ожидал. Это и холодная зима, и холодное лето. Это и штиль в Северном море, который резко сократил выработку электроэнергии ветряками, и надо было заменить ее электростанциями, работающими на газе. Это и поспешность европейцев в внедрении зеленой энергетики и закрытие множества атомных электростанций, что опять-таки вызвало дефицит электроэнергии и так далее, и так далее. То есть это кризис, который родился не в Молдове. Он пришел в Молдову. А вот уже как мы на него отреагировали, как действовало правительство и в начале президент, то тут мы уже можем говорить, то мы своими руками углубили этот кризис. Потому что он фактически в значительной степени был доведен до ситуации чрезвычайного положения бездействиями и какими-то действиями нашей власти. Вот какие действия, на ваш взгляд, господин Муравский? Первые действия, это на первом этапе игнорирование этой проблемы. Позиция очень простая. Это должны договариваться два экономических агента. Молдова Газ, Газпром, мы к этому не имеем никакого отношения. Позиция может быть и правильная с чистой юридической точки зрения, которую проводят некоторые эксперты. Но эксперт отличается от лица, который принимает государственные решения тем, что он только хочет показать свою, так сказать, осведомленность, свою подготовленность и умение работать с цифрами, а государственный человек понимает, что есть еще другие факторы, которые влияют на это. И государство не может стоять в стороне от решения таких вопросов, как регламентирование аналитического рынка и ответственность за него и газ. Поэтому это первая, вот эта позиция. И правительство фактически включилось в эту работу по переговорам с Газпрома к концу сентября. То есть мы потеряли практически два месяца нахождения правительства, которое ничего не делало. И президент, который имел, так сказать, советников по энергетике, которая тоже самоустранилась. А потеря времени в этом отношении очень огромная, потому что было всем известно, что контракт в конце сентября истекает. Это первое. Господин Муравский, одно уточнение, потому как здесь нет представителей правительства, но все же нужно отметить, что и господин Спыну, и представители правящей партии говорят о том, что на самом деле невидимые переговоры, которые не объявлялись публично, начались в августе. Вы верите этой информации? Я не верю в то, что шли переговоры. Я не исключаю того, что были какие-то точечные контакты, но это не переговоры. Я знаю, что такое переговоры. Поэтому давайте так сказать, да, сейчас могут говорить, что нам уже говорят о том, что там целый кризисный штаб, которым руководила президент, которая держала руку на пульсе. Я считаю, что правительство недостаточно работало в этом направлении и очень поздно включилось. Далее целый ряд политических действий, которые, да, мы не знаем, были ли политические требования или нет со стороны Газпрома, потому что все говорят какими-то намеками, но никто до сегодняшнего дня не ответил на мои три простых вопроса. Кто конкретно, когда конкретно и какие конкретно политические условия выдвигал перед Республикой Молдова в процессе переговоров по газам? Вы считаете, были эти политические условия? Потому что правящая партия отрицает, говорит, что никаких, это были только экономические дискуссии? Совершенно верно. Значит, одни представители правящей партии отрицают, а другие представители говорят о том, что были. И президент заявил, что Россия вела с нами жестокую игру. И, короче, в общем, началась, так сказать, вот это после такой создания эйфории, что смотрите, мы какие победители. А на самом деле это попытка оправдать свои грубейшие ошибки. Далее целый ряд политических заявлений, которые были сделаны не вовремя. Это отсутствие всяких реальных контактов, так сказать, с российскими представителями на уровне высшей власти. После того, как приехал господин Козак и поднял вопрос о газе на встрече с президентом, тем самым он дал понять, что участие президента в этом процессе исключительно важно. И после этого президент делает заявление о том, что это не наше дело. Далее отзыв, так сказать, представителя республики Молдова из европейско-азиатского экономического сообщества в качестве наблюдателя. Уж очень хорошее время подобрали для этого отзыва, как раз в самый разгар так сказать, зная, насколько эта вещь тонкая. То есть надо уметь понимать ситуацию. Далее все эти игры с альтернативными закупками газа. Да, было две цели. Одна цель чисто техническая, решить технические проблемы, удержать давление в трубе. Это надо было делать. Но была цель и другая, как бы показать Газпрому, что вот смотрите, не проблема, если вы нам по 1200 долларов. И, кстати, есть тут один очень интересный момент. Уважаемый господин Крянко сейчас сказал о том, что вот эти закупки газа, которые были сделаны, они будут потом впоследствии включены в тариф. А я хочу вам напомнить заявление госпожи премьер-министра и господина Андрея Спыну. Когда провелись первые закупки, он сказал, тариф это не повлияет на тариф, это не будет включено. Все радостно вздохнули. Да, они не были включены в тариф в то время, но бесплатного ничего не бывает. И эти закупки отыграются потом, как сказал господин Крянко в тарифе. Поэтому есть целое, я считаю, что Молдова имела все шансы. Нет, естественно, я не говорю о том, что были возможности удержать цену на том уровне, который мы имели. Это нереально. Мы не могли рассчитывать на цену, которую платят Армения и Белоруссия, потому что мы не являемся членами евроазиатского экономического сообщества, где газ продается по внутренним ценам странам. Но выйти на уровень где-то 350 долларов мы могли бы. Если бы эту проблему мы начали решать с первого дня, решать доброжелательно, решать желанием ее решить, именно без всякого, так сказать, наскока и установления в позу о том, что вот мы не пойдем на это, вот у нас альтернативные закупки есть, вот у нас газопровод новый есть и так далее. Надо уметь переговариваться. Конечно, в этой ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы можем сказать, что 450 долларов это в определенной степени успех. Успех, который мы можем сказать, назвать успехом на фоне потерянной возможности. Господин Муравский, еще один вопрос по поводу вот этого долга, о котором говорят, что его должны еще провести учет, насколько это действительно оправданная сумма, 700 миллионов, пока говорится. На ваш взгляд, вот как господин Крянга сказал, что пока он не включен в тариф, но все-таки не исключается, чтобы вернуть эти деньги, возможно, и потребителям нужно будет платить какую-то часть. Как вы считаете, как вообще сформировался этот долг, и почему вот мы сейчас это стало темой переговоров? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что есть вообще две больших, два больших блока долгов. Есть долги еще 94-го, 2004-го года, которые висят на компании как Факторинг Файненс. Те спрашивают, откуда эта компания взялась. В 90-х годах Газпром создал Газпром Инвест Холдинг, большую компанию, которая должна была заниматься крупными инвестиционными проектами. И тогда начала возникать проблема множественных долгов. И молдавские долги Газпром передал Газпром Инвест Холдинг, а тот создал компанию дочерню Факторинг Инвест и передал долги Молдовы. То есть эти долги, они еще висят. Но сейчас Газпром просит только долги, которые накопились перед Газпромом. Это как уже вы говорили о том, что значительная наибольшая часть долга из этих цифр называют разной, но Баховиков, Куприянов, представитель Газпрома, назвал цифру 433 миллиона долларов это тело долга, из которых 294 миллиона по расчетам всех, и господин Кико это приводил. Это долги 2011-2015 года, который хорошо сказал господин Крянга не хочу повторять, и остальные долги, вот это долги, на которые накрутились пеня. Значит, вот при хороших переговорах, при самом-то сказать, вот то, если было сделано с самого начала, я уверен, что можно было бы решить вопрос о том, что вот эту пеню, которая, кстати, является, я думаю, полностью законной, потому что она была прописана в контракте. Такие вещи не возникают с воздуха. В контракте прописано, что за просрочку платежа начисляется пеня в размере Господин Муравский, на ваш взгляд, кто уступил? Правительство Кишинева уступило, что приняло, что есть такая пеня? Потому что некоторые представители оппозиции говорят, что пеня должна в ходе переговоров, например, скашиваться наполовину или даже больше. Было представители, некоторые депутаты заявляли об этом. Мы как-то, не знаю, уступили? Эти депутаты, при всем моем уважении к депутатам, могут заявлять все, что угодно. Если в контракте прописано, что пеня должна быть, она начисляется. А вот будет она скашиваться и нет, да, она может быть скошена в процессе переговоров. Это все зависит от твоего умения, от аргументации, от доброй воли и так далее. И может доходить до того, что в процессе переговоров ты с партнером можешь договориться до того, что он простит тебе всю пеню, он спишет 100%, может быть и такое. Но он не обязан этого делать. Да, это понятно. Но вот мы, Кишинев, правительство Кишинева, правильно ли вело себя в ходе переговоров, что нам не списали эту пеню? Или уже успех, то, что мы добились того, что этот долг будет оценен, то есть будет произведена оценка этого долга и потом будет утверждена уже сумма? То есть как вы считаете это? Я не могу судить, правильная или неправильная вела в процессе переговоров команда, вернее, у нас был один представитель правительства, господин Спыну там. Ну, был господин Кульминский еще. Господин Кульминский присутствовал только на первом этапе и самая главная, основная часть переговоров в Санкт-Петербурге он уже не присутствовал. Значит, он присутствовал на первой части переговоров с господином Позаком, но, насколько я помню, ни одного интервью, ни одного комментария он не дал. С чем это связано, я не хочу, как говорится, делать домыслы какие-то, поскольку не знаю. Я говорю о факте. После этого он в переговорах не участвовал, поэтому я не могу судить, правильно или неправильно. Я сужу по результату. Да, результат можно оценить как положительный с двух сторон. В каком плане? С одной стороны, то, что удалось, так сказать, договориться о том, что проблема долгов будет подвержена дополнительному аудиту, и после этого к ней вернемся. Но не была достигнута первая цель, которую правительство ставило изначально, с самого начала, и она была абсолютно нереальна, когда, вы помните, первая позиция правительства была, мы вообще эти долги не признаем. Все. Это, знаете, как большевики, когда захватили власть, они отказались от царских долгов. Так и наше правительство повело. Это не наши долги, мы их не признаем. В конце концов, пришло понимание, что правительство меняется, а страна остается, у которой есть свои обязательства. Поэтому я считаю, что то, что договорились о том, что на сегодняшний день нас не берут за горло и не требуют эти деньги немедленно выложить из кармана в качестве уплаты долга, а то, что этот долг будет лишний раз проверен аудитом, и переговоры по нему будут вестись отдельно, и к ним надо подготовиться очень хорошо, потому что рассчитывать на то, что аудит покажет, что у нас нет долгов, у нас тут некоторые эксперты говорят о том, что вообще Газпром нам, а не мы. Ну, в свое время на площади у нас некоторые горячие лица говорили о том, что это мы Россию кормим помидорами, а не ананас. Поэтому давайте будем реалистами эмоций, эмоциями, но холодный рассудок надо сохранять. Господин Муравский, вы оставайтесь, пожалуйста, с нами, и будете, можете комментировать или также выступать с вашим комментарием, вашим мнением, но, господин Крянко, хочу вернуться к другим тарифам, которые неизбежно зависят от цены на газ. Вот обсудим с вами электроэнергию и то, что будет с отоплением. Мы пригласили на эту передачу господина Йенни, директора термоэлектрики, но, к сожалению, перед передачей он заявил о том, что будет на каком-то заседании и не сможет подключиться. Я бы хотела узнать, сколько потребует термоэлектрика. Так или иначе, тариф на тепло также подорожает. В какой пропорции? Сигур, подключение энергии термичи, энергии электричи декатре термоэлектрика и аж церкви, и другие интерплинии термоэффикарии, Газы будут базаты на газе. Представьтесь, претом на энергия термича, в обязательности, не может быть в дискусии, но мы должны понимать претом газа в претом термии. Претом газа и претом термии. Если мы смотрим на анализе то мы видим, что примерно 47% в претом термии в претом термии. В общем, автомат, претом увеличивается в претом термии. Если мы сейчас имеем 1100 и что-то, это означает, что мы пропорционально и днем сану, что мы можем где-то 1700-1650, то следим. Я разума с calculой, мы видим, что мы поднимаем в претом термии, между consumом газом и претом охоты. Потому что мы легаем тарифы для термии и требует к обязанности термоэлектрической для того, чтобы претить для Молдова Газа, чтобы не аккумуляли девиерные негативные для охоты. И так, в момент сейчас, термоэлектрик, который в историческом 2 миллиарда, 1 миллиард 900 и что-то, еще раз, из-за того, что это inadмисимо позволить в действии в действии, в действии, термоэлектрика и другие термии будут адресать Но тот будет ретроактив и тот в 1 ноембре? Нет. На момент сейчас мы discutим об обзоре в режиме нормального но в режиме нормального но в режиме нормального и мы попробуем в параметрии и обозначен в режиме нормального и обозначен дали мы мы поговорим об обозначении об обозначении обозначении энергии термии нового визита который в следующем году будет зависеть и более сложный. Сигур, что самый большой термоэлектрик, а и respectиво четнор. И эти самые маленькие, но иначе они будут проверены. Значит, это значит 1700 лейтенок, который будет улучшить, по-настоящему компоненту газа. Да, поэтому, как говорится, Молдова Газа, а еще больше, чем было, значит, что термоэлектрик... Да, так же, я не хочу, что я бы не дам в спеку, как он будет, он будет улучшить. Но термоэлектрикой может быть и более чем? Я не думаю, что термоэлектрикой может быть и более чем. Мы имеем в качестве отличного качества. Мы имеем в качестве нормального компании. И, соответственно, я думаю, что не требуется чтобы об этом дlinит. Потому что, создано, что он не профессионализм. Потому что мы, на нашей части, мы будем очень очень экспедиенты, в continuарию, как фиекарь лео и фиекарь лео и фиекарь лео и фиекарь лео И аж бы хотелось и новое и целое которые не привеск об использовании эти пэкурии которые были использованы в периоды стариев декабрь и сейчас это еще более скучно это все это будет в тарифе в тарифе в тарифе в тарифе производство энергии электрик и энергии термик измерение у нас и таа вспомога фаза у них у них они в стене см у крится а во время видеокатера – это не будет, это вот царство, изhuолить нанесение имели в виде обслуживания. Но из которых используют пыркуры... Дуньяновuk уже богатые, 16000,000 тонны, что это преимущество, чем у нас есть което. Это чистотая. Да, это было — от 148 долларов. Да, как это? Вы сейчас сейчас будем говорить о цифре. А если мы купим, то есть эта компания, например, о зиме или 24 часа, по газу и по пакуре? Я могу сказать, что если мы привык газ с 450 долларов, более эффективно будет быть газом, более эффективно будет, чтобы производить энергия термия с 450 долларов, чем с пакурой. Это достаточно скучно, но это инструмент, который, слава Богу, с удовольствием эти 16 тысяч тонн, которые были использованы в период, когда был очень сложный для Молдова. И вы платите за это примерно один год? Да, даже в следующий тариф. Пентру Матуран. Господин Муравский, вот такая информация по поводу использования мазута, который тоже был использован по решению властей в период чрезвычайного положения, и тех закупок срочных газа. Вот то, что это отразится в тарифе, насколько это справедливо? Конечно, вопрос сейчас не господин Укрянга, который представляет Наре, а к тем закупкам, которые делалось правительством. Ну, понимаете как, чисто финансово, чисто технически это справедливо, ничего же бесплатного не бывает, это же стоит денег, это и стратили, значит оно должно каким-то образом вернуться. Другой разговор, что мы возвращаемся к начальному. Не надо было доводить дело до введения чрезвычайного положения, потому что чрезвычайное положение, причина этого, это именно те действия бездействия власти, о которых я говорил. И есть еще один момент. Я понимаю, что он как бы немножко оправдан опять-таки вот этим чрезвычайным положением, это ретроактивный характер применяемого тарифа, тариф был принят сегодня, а будет внедряться в 1 ноября по газу. Я прекрасно понимаю ситуацию Молдова-газ, я понимаю объяснение и так далее. Но, получается какая-то вещь очень интересная. А у нас экономические агенты, допустим, частная пекарня, которая работала, так сказать, работает на газе, которая выпекала хлеб по старой цене, газ включая в себе стоимость, и продавала населению, а теперь мы ей задним числом за 10 дней вкатим оплату, так сказать, этого газа по новому тарифу. Он на кого будет списывать свои убытки? Он что, пойдет к населению, скажет, вы мне доплатите за проданный вами неделю назад хлеб еще подвалея? Поэтому вот здесь правительство должно было тоже хорошо подумать. Компенсации населению хорошо, но, может быть, вот эту часть, которая носит реактивный характер, тариф должен вводиться со дня опубликования постановления Анрека для всех нормативных актов, то есть вот с 10 ноября, а вот эти 10 дней правительство ищите средства для того, чтобы компенсировать Молдова-газ. Или давайте пополам часть Молдова-газ на себя возьмут, часть на себя. Почему? Перекладывать все это на плечи населения и на плечи экономических агентов, если главная вина все-таки лежит на вас. Уважаемые гости, мы сейчас идем на небольшую паузу, на несколько минут и продолжим дискуссию в третьей части программы. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... 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 Весь в центре и Nord. Пынёжно 1 апреля, вначале, будут контракты и не должны быть в центре. Но это и вторая часть. Мы discutим об системе термофикации Молдова, термоэлектричная и ЦЕДНОР, которые также и производят энергии электричества, и сейчас и оформляет из-за Фурнезатору центральной «Энерго.ком» и, соответственно, кота-парте леврата обязательного фурнезатора для базы. Если мы делаем о анализе, что претензий на газ, который будет использоваться термоэлектрикой и четнорт, который производит и энергия термикой, и энергия электрикой, эта энергия будет, соответственно, меньше. Дин анализе, мы понимаем, что где-то претензий на пиаде может быть, только в компоненте 20% продукции local, а примерно в 12-15%. Эта претензий может быть в системе электроэнергетика пына на 1 априле, но я не исключаю, что централа Чиургани, который будет вновить анамы-клаузы контракту, потому что они премесли на прет, в соответствии с контрактами, который был авиазаном, и, соответственно, мы не исключаем. Поэтому мы должны быть очень внимательными на этот вопрос, чтобы не дать нам в спеку, потому что не будет креститься. Да, мы должны быть, просто, темно. Есть риски, что вы можете увеличить и прицелы на энергии электричества. В 12-15%? Да, только в качестве реализации по 20% производства local, мы уже можем говорить о увеличении 10-12%-15%. Но, как и происходит здесь, что, по-моему, это не контролирование от autorитетов, как будет это делать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во-первых, мы контракта не видели, и, наверное, контракт все-таки не настолько жесткий. Если цена газа выросла в 2,5 раза, а выработка электроэнергии основана на газе, то как ты будешь держать тариф постоянно до 1 апреля? Значит, я не исключаю того, что подача, так сказать, возможна. Но тут есть один нюанс. Он очень такой деликатный, но не упомянуть его нельзя. Кучурганы, с одной стороны, получая газ по новой цене, как бы могут ставить вопрос о том, что мы теперь должны покупать электроэнергию по новой цене. Но у нас есть контраргумент. Ребята, вы же все равно не платите. Вот это мой следующий вопрос. То есть, насколько действительно это можно... Не платили, ни по новой платить не будете. И только наращиваете долги. И вот тут, опять-таки, уже, так сказать, искусство переговоров с вовлечением всех сторон. В том числе политических сил. В том числе, не исключаю и российских, потому что Кучурганская ГРЭС, надо не забывать, это собственность РАО ЕС. Вот, господин Муравский, на каком уровне могут вестись переговоры, потому что Кучурганская ГРЭС не находится на территории Молдовы, которая контролируется конституционными властями. Как вы считаете, дойдет до... В 99-м году, если кто-то помнит, в 99-м году Кишинев три дня в июле месяце сидел без света. Я три дня сидел в Тирасполе и в Кучурганах и вел переговоры с руководством Тирасполя о том, чтобы нам этот свет дали. Аналогичная ситуация, то есть я надеюсь, что мы не дойдем до того, чтобы свет отключали, но переговоры у нас есть. Был вице-премьер, но сейчас его нету, назначат нового. Не назначат нового, есть вице-премьер, который отвечает за инфраструктуру, в том числе за энергетику Андрея Спыну, который будет вести, так сказать, переговоры. Ситуация, повторяю, очень деликатная, потому что мы видим, что заверения, так сказать, о том, что не будут еще до того, как этот кризис начался, заверения о том, что не беспокойтесь, Молдова, тарифы не будут повышены. Нашему премьер-министру давал кто? Руководитель администрации Приднестровья, господин Краснопольский. И возникает вопрос, а на каком основании он давал такие заверения, если Кучерганская ГРЭС является частной собственностью российской энергетической компании? То есть тут много деликатных вопросов, в которых должны принимать участие, в том числе и политики. Господин Муравский, на ваш взгляд, это, конечно, из области уже наших предположений, но все-таки с учетом того, что было так сложно определить, кто за что ответственен в переговорах с Москвой, официальной Москвой, с Террасполем, нынешней власти, как вы считаете, готовы идти на контакт? Учет, что у нас нет вице-премьера сейчас, господин Кульминский. Оксана, ну я не хочу, так сказать, домысливать, у нас есть власть, у нас есть президент, у нас есть правительство, не исправляйтесь, уходите, и все. Хочу с вами также обсудить, мы вот поняли уже поэтапно, что, ну, на газ понятно, что тариф уже сегодня утвердили, на электроэнергию возможно вырастут, возможно нет, на теплоэнергию, уже понятно, что вырастут, да, вот 1700. Леев, как вы считаете, на экономической ситуации как это отразится? Сегодня я специально не пригласила депутатов, потому что не хотела, чтобы это был каким-то поводом для политических высказываний. Но вот вы, как человек с опытом в области экономики, как это отразится? И говорим ли мы о коллапсе, вот экономическом, угрозе экономического коллапса? Очень плохо отразится. То есть у нас начнется, у нас в принципе уже давно началась цепочка роста цен. У нас на многие продукты, на зерновые выросли цены еще до энергетического кризиса. Теперь к этому добавится еще энергетический кризис, который, так сказать, потянет за собой целый рост практически по всем отраслям. Доходы населения, ну какие бы компенсации правительство не придумало, как бы оно, так сказать, не игралось, всем давать, по кусочку давать, весь газ, не весь газ и так далее, экономические потери населения и экономических агентов не покроют эти компенсации. Значит, надо будет затягивать пояса, затянуть, так сказать, пояса и думать, как пережить зиму. Дай бог, чтобы она была не такой холодной. И надежда на то, что все-таки вот этот взрыв цен на энергоносители, на газ, особенно на европейском рынке, это явление ненормальное. Оно должно все-таки сойти на нет. Хотя есть эксперты, которые говорят о том, что это может еще, так сказать, продолжаться 2-3 года. Но я хотел бы смотреть более оптимистически, что все-таки «Газпром» заканчивает закачку газа в свои хранилища. У него освобождаются дополнительные мощности, он начнет поставлять больше газа, цена на газ начнет падать, потому что надежды на американцев сейчас мало. Они весь газ гонят в Китай, где платят цену в полтора раза выше, чем на европейском рынке. Поэтому Европу они спасать не будут. Расчет на то, что «Газпром» выправит немножко ситуацию. И тут возникает вопрос, о котором господин Крянга упомянул. И я бы хотел, чтобы это осталось не просто в рамках передачи, но стало как можно быстрее решаться. Этот тариф, который сейчас назывался «Анре» 11,10, я не думаю, что он слишком сильно упадет, потому что там 2 трети в нем заложена цена закупочной газа. На остальных затратах можно выиграть 30-50 банут, но вряд ли больше. Но он-то утвержден практически на год. А если ситуация, дай бог, начнет улучшаться, то тариф надо будет очень быстро реагировать на изменения. И уже не таким числом, что сегодня цена на газ резко упала, а мы придем, как сказать, через 2 месяца, «Анре» рассмотрит, имея 180 дней, надо именно опережать события. Потому что мы прекрасно должны понимать, что платить людям надо сегодня. И то, что через полгода тариф снизят, и, возможно, станет дешевле, и даже если компенсируют задним числом, ему надо сегодня выживать. И поэтому, если есть возможность в декабре, в январе идти на снижение тарифов, благодаря изменению конъюнктуры рынка на спотовых биржах в Европе, то надо делать это как можно быстрее. Вот, господин Крянко, насколько это возможно? То, что говорит господин Муравский, действительно может упасть, если мы так зависим, получается, от газа и нефтепродуктов? Сигур, что, на моменту actual, Андрей имеет инструмент и обязательство в том, что снизу тарифу, в моменту, в котором дискрепанта есть 3% в том, что в Европе и в Европе регламентах, в интеприндере. Сигур, что, если Андрей ва constатать в начале в начале обладательной ситуации в пиасе, в сигур, что, ва интервене в режиме того, что мы понимаем, очень хорошо, что это означает что это греутат финансиар, который стоит, на моменту actual, по-настоящему, по-настоящему, как и нон-касници, потому что мы, агенции экономики, consumим 25% из газа в Европе Молдова, который идет в продукцию, мы говорим о продукции, но мы говорим о продукции, только 35% в системе термоэнергетика и 35% в системе термоэнергетика Это очень мощная. Для ревизуирования это зарпит, Молдова-gas требует чтобы се адресить на НРС, или вы можете логовиться? Нужно мы логовиться в режиме для того, когда появится такой ситуации. Их не в качестве экспертом, но, против того, если вы пояснициальны, в том, что, маленькие, что, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok